Мы дети будущего! Если вы думали, что волшебной планеты детства не существует, то заблуждаетесь. Уже как пять лет под таким названием проходит конкурс детского творчества. Конкурс стал традиционным. Мы его проводим всегда в парке культуры и отдыха Победы. И парк нам всегда оказывает содействие. Дети любят сюда приезжать, потому что приезжают дети в основном из оздаленных районов Ставропольского края. Когда мы начинали первый конкурс, у нас было всего 60 участников. Это были коллективы и отдельные исполнители. А на сегодняшний день их уже 168. Ребята любят приезжать не только, чтобы показать свои таланты, но и отлично провести время в любимом месте отдыха всех ставропольцев. Парк Победы по традиции всем детям дарит особые подарки. Детям очень интересно сюда приезжать, потому что после выступления они имеют великолепную возможность погулять по парку, покататься на аттракционах. Мы выделяем часть билетов бесплатных специально для участников. И, конечно, фестиваль очень сильно востребован посетителями парка. Они приходят с удовольствием смотреть на эту культурную программу. Песни, танцы, чтение литературных произведений, игра на музыкальных инструментах. Все номера объединяет одно – народная тематика. Одна из новиноконкурса – театр мод. Коллектив «Яролаш» из поселка Солнечнодольский в такой номинации выступает впервые. В этом году они решили показать наряды казачек – подвенечный, праздничный, некрасовский, бытовой. Костюм мы проектировали, искали в интернете, много смотрели. И наши костюмеры, которые работают при нашем ДК, они сшили нам эти костюмы. А уже дети мои представили нашу зрителю. Казачий костюм, в общем-то, нужно сохранять историю. Свою историю и знать, и передавать из поколения в поколение. Да? Да! Чтобы произвести больше впечатлений на суде, режиссер студии внесла в номер творческую изюминку. Дефиле совместили с чтением стихов ставропольских авторов про казачек. Как не любить нам эту землю, та, что без края и границ, Самой природою рождая таких чарующих девиц. Строина, как русская березка, мила, как аленький цветок, То ведь славянская закваска и в предках кроется исток. А в воскресенье в Парке Победы устроили другое необычное дефиле. Молодые родители показали, что детские коляски могут стать объектом для творчества. Идея великолепная. Мы в восторге в полном. Столько позитива, столько эмоций. Особенно у нее. Особенно у нее, потому что она хочет все каждый год, все первое место занять. И никак пока. В этом году участников стало больше. А это значит, что интерес к необычным состязаниям только растет. Ведь побороться есть за что. Авторы самых оригинальных идей получили ценные подарки. Юлия Баженова, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Мы положили в эти удивительные... Юлия Баженова, Ставропольское телевидение. Продолжение следует...